Знак того, что в силе есть благо цивилизации – вот эти желтые трубы. Теперь они радуют глаз и жителей Багушевки. Одна треть сельчан уже воспользовалась новыми возможностями. Порядка 60 семей исполнили заветную мечту и разобрали в своих домах дровяные печи. А это не только чистота, но и экономия, радостно отмечают сочинцы. Остальные совсем близко к цели. Осталось подготовиться финансово. Мы все думали, что этого никогда не будет, но оказывается, все-таки нашли силы и средства. Это, конечно, заслуга администрации города. Брать дрова очень дорого и тяжело, сами знаете. Очень дорого стоит. Очень выгодно. Остается времени теперь для отдыха. А так сельчане вообще отдых, что такое, люди не знают. Сейчас настанет с водой решить вопрос. Проект есть. Я думаю, что этот вопрос тоже решим. Анатолий Николаевич в принципе сказал, что все зависит от людей, энтузиастов. Проектирование, заказчиком которого выступила администрация Сочи, длилось несколько лет. И лишь в 2014-м оно прошло госэкспертизу. С 2016 по 2017 год специалисты занимались вводом объекта. И вот сегодня в домах жителей Богушевки огонь теплится не в печи, а на газовой плите. Очень рады. Мы столько лет этого ждали. Наконец-таки дождались. Надеемся, что теперь будет тепло, уютно и хорошо. Уголь, дрова – это очень дорого и неэкологично. Поздравил сельчан с долгожданным событием глава города Сочи. В дом первых счастливчиков Анатолий Пахомов пришел с символичным для такого мероприятия подарком – чайным сервизом. Очень рад за вас, за то, что к вам пришел газ. А это значит, что будут улучшены условия жизни. И я вам пообещал и говорю, что буквально в сентябре месяце мы приступим к ремонту дороги, которая идет на огушевку. Она у нас стоит во втором этапе. И таким образом до конца года точно построим еще и дорогу. И хочу сказать, что качество жизни жителей будет уже городское. Что же касается газификации, то, как отметил мэр, она идет активными темпами. Только в прошлом году газовые трубы взамен печных протянули в 28 селах Адлерского района. В этом голубое топливо появится в четырех населенных пунктах курорта. В связи с тем, что во время Олимпиады практически полностью были реализованы планы по газификации Адлерского района, мы смогли сконцентрировать силы на Хостинском районе. Теперь последние села Хостинского района мы добьем, вот в частности Измайловку. И все силы бросим на Лазаревский район. Ближайшие наши планы – это Лао, это Вардане. Вот таких два больших куста. Совсем скоро пейзаж села, благодаря знаменитым желтым трубам, изменится и в Измайловке. Тогда вопрос газификации сел Хостинского района будет закрыт.